В столице Заполярья продолжаются активные споры о блэкауте, который произошел в минувшую пятницу. Сотни людей остались без света и отопления, сгорели бытовые приборы. Мурманчане по-прежнему пытаются понять, куда идти и кто ответит за последствия аварии. Подробнее в материале нашей съемочной группы. Авария на электросетях, вследствие которой в Заполярной столице произошел настоящий коллапс, до сих пор волнует сознание горожан, которые продолжают бояться не только за себя, но и за своих близких. Наиболее активные по-прежнему обращаются за разъяснениями и помощью в различные инстанции. Достаточно большое количество обращений поступило в управляющую компанию и по поводу отсутствия отопления, вот что вызвало отключение электроэнергии. Большое количество обращений поступило по горячей воде, что ее не было, или она там была грязная. Были люди, которые сообщали о том, что сгорела техника. Ну и в общем остаются вопросы, кому сейчас обращаться, например, за перерасчетом, если не было отопления у кого-то, кому обращаться, если сгорела техника и так далее. У каждого из мурманчан, которых коснулся блэкаут, есть своя история. После того, когда включили свет, у нас вода из крана потекла грязная. Но через какой-то промежуток времени там на следующий день уже было это устранено. Но в понедельник снова возобновилась эта ситуация в 7 часов утра. Татьяну Афанасьевну Березину, которая живет на улице Невского, ситуация практически обошла стороной. После отключения света ей пришлось всего лишь несколько раз перезагрузить свой телевизор, у которого начал пропадать звук. С более серьезными проблемами столкнулись ее близкие. Вот у знакомых такой, ну и чайник сгорел, у другой тоже что-нибудь. И вот они озабочены, куда обратиться, будет кому, компенсация или что это, кто виноват. Просто смотрим в интернете, от чего это получилось. Авария на ЛЭП. Официальная причина перебоев в Мурманске и Североморске – обрыв и падение одной из опор линий электропередач. В Куленерго, вероятно, оказались неготовыми к изменившимся погодным условиям, хотя для Заполярья они привычные. Продолжение следует...